В суд по радостным поводам не ходят, но ходят, чтобы переосмыслить жизнь и понять ее ценности. В Ивановском районном суде экскурсия для старшеклассников Кохомской средней школы номер 5. Лекцию посвятили проблеме наркомании среди несовершеннолетних. В зале суда на импровизированном заседании ребята разделились на две группы. Одни заняли места слушателей, другие подсудимых за решеткой. Сначала обстановка присутствующих веселила, но недолго. Затронутая организаторами тема оказалась слишком серьезной. В последнее время мы стали наблюдать, что детей, которые употребляют синтетический психостимулятор, то есть соль, опять же, становится больше. Их употребляют различными способами. Их нюхают, курят, могут есть, стирать в деснах. Но в последнее время появляются дети, которые умудряются их вводить внутривенно. После внутривенного введения, к сожалению, зависимость развивается сразу же после одной единственной пробы. У истории про малолетних наркоманов не бывает хэппи-эндов. Об этом знает нарколог Анна Старченкова. Ее задача беспрекрасно рассказать, как опасны и популярны у подростков спайсы. Как сильно они меняют психику, какими последствиями может обернуться передозировка. Кажется, что психотропные вещества употребляют только неблагополучные подростки. Что детям из полных и счастливых семей ничего не угрожает. Но это заблуждение. В группе риска абсолютно все дети. Проблема эта очень распространена. И мы имеем такую ситуацию, что дети просто группами скидываются, покупают, употребляют. И потом все эти группы точно так же попадают либо в реанимационное отделение, либо их задерживает полиция. И таким образом они попадают к нам. Возраст сейчас значительно снизился. Вот самый молодой ребенок, который начинал употреблять спайс, это 10 лет. С 10 лет его брат сам, имеющий зависимость от синтетических каннабиноидов, его научил. Вред для здоровья – это только половина беды, которую в жизнь человека приносят наркотики. Вторая половина – это уголовное наказание за употребление, хранение и распространение. За все действия имеются определенные последствия. И чтобы дети, прежде чем что-то совершить и заработать легких денег, особенно летом и через интернет, задумывались о том, и вспомнили, находясь в судебном заседании, вспомнили о том, что действительно могут быть последствия, и они негативные. Поскольку особенно за наркотики очень предусмотрены большие сроки. Сроки серьезные и зависят от количества обнаруженных запрещенных веществ и препаратов. Статьи предусматривают наказание и в 10 лет, и в 20. Адвокат Виктор Гаврилов уверен, тот, кто попал на скамью подсудимых из-за наркотиков единожды, уже вряд ли встанет на путь исправления. На практике моей получается так, о том, что, будучи на освободившем, увереннее получив условную меру наказания, он через неделю, через две, он вновь оказывается на скамье подсудимых. И опять же, по той же причине, употребление наркотических препаратов, опять же, через слову-то этот интернет. Судья Ольга Селезнева по долгу службы рассматривает в основном дела фигурантами, в которых выступают несовершеннолетние. Работы у нее немало. Судья рассказывает, перед уголовным кодексом все равны. И как бы ни раскаивался подросток, ответственность за преступления наступит все равно. В основном преступления, которые сейчас совершаются подростками, связаны с хищением имущества. Это кражи, грабежи, реже бывают разбойные нападения. Конечно же, есть у нас и лица, которые совершают преступления до достижения возраста 18 лет. И эти действия связаны с причинением тяжкого вреда здоровью пострадавшего. Но таких составов у нас мало, меньше. Организаторы планировали достучаться до подростков, заставить их задуматься о том, что они делают и, главное, зачем. Получилось даже больше напугать. Сам почувствовал этот страх. Он пронизывает, понимает, что не следует всем этим заниматься. И даже если заплатят, не будешь. Если бы это проходило в школе, то это было бы в более свободной атмосфере. А здесь мы это видим напрямую. Мы видим, что это, как это. И это страшно. Никогда бы не хотелось попасть в такие компании, связаться с такими людьми и вообще быть в таком окружении. Организаторы ставили еще одну цель – познакомить школьников с профессией юриста. Показать судебную систему изнутри. Без прикрас. После экскурсии ребята обещали быть ответственными. Наркотики не употреблять, закон не приступать. Но вот желание возвращаться в суд еще раз по какому-либо поводу, почему-то они не выразили. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.